всем шалом здравствуйте дорогие друзья всем здравствуйте здравствуйте рада всех видеть у нас с вами сегодня наш обычный вторниковский эфир 8 вечера и мы с вами продолжаем заниматься по книге battle plans сегодня урок будет короткий друзья почему ну потому что здесь все коротко и ясно будет в теме сегодняшнего урока мы поговорим про такие три слова на иврите они звучат как бешем коль израэль вот то есть во имя всего израиля про эти слова нас кучит ария кадош и мы сегодня тоже с вами постараемся понять почему что такого сильно особенного в этих словах и как мы можем их использовать в своих в своей жизни в своих молитвах не знаю в во всем что мы делаем во всех добрых делах которые мы делаем таким самым поднимать реальность в которой мы существуем выводить ее на какой-то другой уровень вот так же хотела посвятить этот урок скорейшему полному выздоровлению лиза рифка бад браха вот эта бабушка моей подружки чтобы без раташем она как можно скорее пошла на поправку вот да всем шалом здравствуйте 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 рада всех видеть хорошо друзья я начну а те кто захотят присоединиться потом они они к нам присоединятся правда мы не будем не можем всех просто нуждать нон-стоп поэтому друзья так сейчас только поставлю это вот сюда здравствуйте всем всем шалом хорошо значит этот урок который называется бэшэм коль израэль он находится мы его находим у аризаля ария кадош в книге в одной из который называется шары хакован от шар хакован от понятно да врата кого нот намерений там он описывает что духовная реальность состоит в том ну как бы дух еще раз духовная реальность понятной еще раз я вчера рассказывала на уроке о том что мы все должны разрабатывать у себя духовное зрение почему потому что мы все должны видеть глубже чем тот уровень на котором мы все подель где мы все раздельны должны смотреть на тот уровень где мы все одно вот как раз об этом и говорит ария кадош что по сути люди составляют собой одно большое тело ну скажем некоторого человека и мы связаны друг с другом как клетки внутри тела человека да как вот в нашем теле все клетки друг с другом связаны нам же не приходит в голову что какие-то клетки внутри нас лучше чем другие или более полезные чем другие да но мы имеем ввиду здоровые клетки окей нам не приходит в голову что какие-то клетки более привилегированные а другие нужно вообще наказать не обращать на них внимания или как-то их к ним, понятно, да, топить их другие клетки, чтобы, ну, только ты остался рабочий в организме. Понятное дело, уйду, если не улыбнёшься, друзья. Тут рассказ про река Дош, поэтому если вы хотите улыбок, то это, наверное, в каком-то другом, не знаю, на каких-то, может быть, других уроках вам больше повезёт. А тут я просто стараюсь собраться. Теперь, наши тела, они разделены, понятно, да, мы все отделены друг от друга оболочкой нашего тела. И это создаёт некоторую иллюзию, что мы на самом деле разделены, создаёт некоторую иллюзию, что мы все друг с другом не связаны, друг от друга раздельны находимся. Ещё раз, это иллюзия. И несколько лет назад, вот написано здесь в книге, что одна из крупных еврейских организаций взяла себе такое мотто, да, взяла себе такой слоган, «Один народ, одна destiny, одна судьба», да. И, по сути, это истина, это правда. Действительно, один народ, одна судьба. Точно так же, как у клеток в рамках одного организма. Одна судьба, да, если человек, не знаю, что-то с ним случается, то ты была клеткой в мозгу или в пятке, неважно, ты унаследуешь судьбу всего тела, понятно, да. Да, если дни сочтены, они сочтены будут у всех клеток. И точно так же, если идёт повреждение в теле человека, например, не знаю, рука или, там, не знаю, рука или нога, что-то. Из-за потери крови, из-за того, какое это повреждение, это может потом отразиться на всём организме, даже если изначально этот орган отразится летально, имеется в виду. Даже если изначально этот орган не относился в категорию типа жизненно важных. Ну, всё зависит от степени запущенности. Это же так же идея, о которой я сегодня вот говорю, является, в принципе, ответом на вопрос для многих по поводу Холокоста, да, массового убийства евреев, европейского еврейства. И многие задаются вопросом, как это так, что убили, допустим, даже вот ешивы там многие, даже там таких цадиков там, даже они погибли в Холокосте, даже целые там дворы, там, не знаю, хасидские погибли, там же одни, ну вот все соблюдающие были, не то, что там были люди, мол, светские какие-то, далёкие от Всевышнего, их, мол, не жалко. Но такие вот там вот ешивы, где, ну, такие там мудрецы Торы, как вот их, мол, Всевышний не пощадил, как это их, за что, за что же, идея в том, что, идея вопроса в том, что, так за что же их. Вот, ну, ответ очень простой в том, что нет у нас разделения. Нет у нас разделения, когда речь идёт о коллективной душе и о коллективной судьбе. Нет разделения. Мы все являемся одним целым организмом, и если попадают в историю кто-то один, это отражается на всех остальных. То же самое, когда преуспевает кто-то один в духовном плане, это будет отражаться и на всех остальных. Поэтому задача каждого — попробовать преуспеть на том участке, вот, за который он лично отвечает, то есть он сам по максимуму для того, чтобы коллективно всем помочь подняться, а не наоборот коллективно всем помочь опуститься. Итого, друзья, есть такая, назовём, военная стратегия борьбы со своим яцерара, потому что многим людям тяжело что-то делать для себя, тяжело что-то делать только лишь имея в виду себя. Есть целая большая категория людей, которым гораздо легче делать для кого-то. И это тогда, друзья, ваши методы, ваш путь. Есть три слова. Бешем, Коль, Исраэль. Которые вот так вот подрывают и взрывают основную из идеи яцерара в том, что мы все разделены друг с другом, и в том, что мы все должны друг с другом соревноваться. Условно, что ресурсов в этом мире ограничено, и если какой-то человек берёт себе больше ресурса, значит, что мне этого ресурса достанется меньше. И я с ним постоянно типа должна находиться в какой-то конкурирующей среде. Но идея, когда вы что-то делаете во имя, например, всего народа, которому вы принадлежите, вы подрываете саму идею яцерара о разрозненности и провозглашаете такое понятие, как ахдуд, единство, что мы все здесь едины. Окей, теперь Аризаль Ария Кадош рекомендует говорить эту фразу «Бешем коль Исраэль» каждый раз перед тем, как вы совершаете какую-то митцву, включая молитву. То есть, когда вы произносите эти три простых слова, вы делаете реальности, в которой мы существуем, некоторую терапию. Вот есть как человек идёт на терапию, идёт на процедуру, которая призвана его восстановить. То же самое есть терапия для реальности, в которой мы живём, и мы в состоянии, как профессиональные врачи, доктора её делать, эту терапию. Как мы её делаем? Когда мы договариваемся со Всевышним или посвящаем свои хорошие поступки не лишь в заслугу самого себя, а говорим, что вы хотите, чтобы заслуга от ваших добрых дел была в равной степени распределена на всех, потому что вы находитесь в рамках общего коллективного существования, общего коллективного духовного существования. Хорошо? Сейчас будет более подробно объяснено. То есть, тут написано, что важно acknowledge our collective soul identity, то есть, признание вслух, acknowledge, понимание и вслух признание идеи нашей коллективной духовной идентификации, что она у нас одна. Тут используются ещё термины, такие как духовное сознание, что наше духовное сознание находится постоянно на связи со всеми остальными. Со всеми остальными, евреи могут сказать со всеми остальными евреями, неевреи могут сказать в рамках своего народа, но не забывайте про свою связь с еврейским народом, с народом Израиля в любом случае, в любом случае, потому что есть некоторый момент духовности, который вы получаете через народ Израиля, через те молитвы, которые молятся у стены плача, это в русской, да, возле Котеля, молятся за все народы, в праздник Суккот, молятся за все народы. Всё, что евреи делают от имени всех, поэтому если вы будете стараться в том числе иметь в виду и еврейский народ, вы установите более тесную связь, вы никогда не проиграете от этого в духовном плане 100%. И второе, это то, что когда вы делаете какое-то положительное действие, вы делите его на всех остальных. Это обозначает, что вы превращаетесь автоматически в человека, который гивер, дающий, в человека, который отдаёт, потому что вы отдаёте часть тех заслуг, которые могли бы быть только ваши, отдаёте их на более широкий тираж. Вы их тиражируете, вы тиражируете что-то хорошее, что вы сами производите, вы производите блага какие-то, да, духовные, и вы их тиражируете. Как это выглядит? Примером может быть кедуш. Пятница вечер, да, мы делаем кедуш. Евреи делают кедуш. Шаббат, да, все собрались возле стола. Теперь, когда вы произносите кедуш, тот, кто говорит, он имеет в виду всех присутствующих. Окей? А если вы сам дома, вы, ну, хорошо, вы имеете в виду только себя. И дальше вы произносите слова кедуша. Однако, если перед этим вы скажете фразу Бешем коль Исраэль, Бешем во имя коль всего Исраэль Израиля, да, Бешем коль Исраэль, вы таким образом делаете кедуш и делите вот эту вот заслугу, да, от митцвы абсолютно на весь народ Израиля. То есть вы делаете свой посильный вклад в некоторую общую казну плюшек и пряников, добрых, хороших дел в этом мире на всех. Мы знаем, что мы можем посвятить заслугу любого действия, которое мы делаем, хорошего во имя любого другого человека, неважно, он живой или он неживой по меркам нашей реальности. Это мы точно знаем, да, вы можете, люди дают сдоку, то есть помогают кому-то финансово во имя, от имени другого человека. Вы можете делать любой другой хороший поступок, кому-то что-то помочь, с кем-то приятно поговорить, кому-то поддержать словом, кого-то с кем-то разделить эмоции. Очень много есть путей, чего, как можно делать. Кому-то, не знаю, помочь по хозяйству, если кому-то нужна помощь. Вы стараетесь понять, что нужно другому человеку и это ему предложить, это ему дать. И это своё действие вы можете сказать, что я делаю это от имени или во имя другого человека. То есть вы делите заслугу, посвящаете своё хорошее действие кому-то другому. Мы обычно прибегаем к такому методу, когда, например, человек болен или человек в опасности, и мы хотим добавить ему заслуг. Но вы можете сделать вообще ход не просто конём, а прям конём-конём, когда вы произносите вот эти вот три слова «бешем, коль, исраэль». Вы умножаете вот это вот, потому что когда по-русски это звучит, понимаете, делите свою заслугу. И каждый сейчас из-за экрана может подумать, а я не хочу делить свою заслугу. Не хочу она, хочу, чтобы она осталась моя. Вот, значит, в русском это слово просто, как это, делите заслугу с кем-то, а по факту вы её умножаете. Вопрос, вы её умножаете на два, на три, на четыре, либо вы её умножаете на весь народ Израиля. Вот так это будет понятней. И вот такой вот метод, о котором говорит Ария Кадош, что вот это вот супер-кавана, супер-идея, супер-намерение, с которым имеет смысл выполнять любое хорошее действие, включая молитву. И, кстати, здесь написано, что если кто-то, допустим, из вас молится Нусах Сефард, да, есть Ашкеназы, Сефарда, если кто-то молится Нусах Сефард, то там перед Барухшей Амар будет вставка и в Сидуре в Сефардском, и в этой вставке будет прописано намерение о том, что вы не хотите, чтобы ваша молитва была как бы только между вами и Акадош Баруху, да, и самим Всевышним, но вы хотите включить сейчас в эту заслугу всех евреев. Вот такая будет вставка. То есть, другими словами, вы как бы самопровозглашаете себя представителем от имени всего еврейского народа с такой идеей, с такой каваной, что вы хотите, чтобы весь народ выиграл от тех действий, которые вы делаете. И не только там евреи, которые находятся рядом с вами сейчас или там в городе, в котором вы живёте, а берите всегда как можно шире. Берите, старайтесь стать человеком широкого масштаба, широкой души, как это, большого полёта. Каким образом это достигается? Приводит пример Сара Йохевет Риглер, что она сама на себе, она автор, да, соавтор этой книги, она говорит, я сама на себе испробовала вот этот battle plan, вот эту вот стратегию номер 33, и каждый раз, когда она, говорит, начинала читать шманайсрой, то есть основную молитву, амида она ещё называется, это основная еврейская молитва, которая молится три раза в день, основная, да, всё остальное, это вступление к ней, либо, как это, обвёртка, либо до неё, либо после. Амида идёт по центру, и дальше есть то, что идёт перед, и то, что идёт после. Хорошо? Вот она говорит, перед Амидой, я всегда стала теперь произносить, Бешем, Коль, Исраэль, имея в виду весь Израиль, всех евреев по всему миру, и теперь она говорит, когда я, допустим, молюсь о мудрости, там есть Даат, значит, это четвёртая, четвёртый абзац в Амиде. Она теперь имеет в виду, что это не только касается лишь её, что она просит мудрости для себя, или там для своих книг, которые она пишет, или для своих уроков, которые она даёт, и не только для своего мужа, который пишет музыку, и она просит, чтобы была мудрость и Даат в том, что он делает. Она пишет о том, что она просит, имеет в виду, например, всех врачей, которые по всему миру так или иначе, допустим, лечат еврейский народ, евреев где угодно, чтобы у них была мудрость, чтобы их лечение было эффективно, чтобы оно помогло, чтобы они могли правильно диагностировать, правильно лечить, правильно подбирать, лечить. Это не так-то просто, между прочим, себя поймать на такой мысли и расширить, что тебе не всё равно, что где-нибудь там, не знаю, в Америке или где-нибудь там, ещё в какой-то любой другой стране есть какой-нибудь еврей, который в синагоге ни разу в жизни не был, но тебе не всё равно, какой врач его будет лечить, если у него будет там насморк или ещё что-то. Это очень-очень высокоуровнево. Она пишет, что будет ли это доктор, будет ли это пациент, будет ли это медсестра, будет ли это психотерапевт, социальный работник, консультант по marriage counselor, это консультант по отношениям в семье, либо учитель, либо родитель, либо студент, писатель, музыкант, как она её муж. Любой человек, который так или иначе взаимодействует с еврейским народом, чтобы была мудрость и чтобы из этого было что-то хорошее, чтобы была связь с божественной мудростью. Дорогие друзья, нам к этому стоит лишь, знаете, можно лишь репетировать, к этому стремиться. И она, конечно, ссылается на Рава Деслера, Рава Лияу Деслер, который пишет в своих книгах идею о том, что нам всегда кажется, опять же, поскольку мы разделены все друг от друга, что чем больше мы имеем, чем больше чего-то физического, чего-то материального мы обладаем, тем как бы наш вес больше, тем мы больше из себя представляем. Но обстоит всё по-другому. Чем больше мы отдаём, тем больше мы из себя представляем на духовных весах. Потому что в каком-то сухом остатке от нас заберут в конце наших дней все эти прекрасные блага, которыми мы себя так тщательно стараемся окружить в течение жизни. Красивая мебель, красивая одежда, красивый, не знаю, сервиз, украшения, шабатния посудина. Мы стараемся создать вокруг себя красивые люди, вокруг себя, ну, прочее, прочее, прочее. По итогу будет считаться, лишь что наш истинный вес состоит в том, сколько мы отдали в течение жизни. И каждый раз, когда вы будете произносить без раташем фразу Бешем колес Раэль, во имя всего Израиля, вы будете отдавать свои заслуги, делиться своими заслугами, приумножать свои заслуги, вы будете отдавать в общую казну, в общий котёл, складываться хорошими делами, хорошими поступками, которые, дай Бог, будет у нас много и много возможностей, да, потому что недостаточно желания, Всевышний, нужно молиться и просить, чтобы дали возможности реализовать свой яцертов, свой хороший потенциал в этом мире, чтобы были возможности для того, чтобы мы могли проявить себя с лучшей стороны и чтобы без раташем у нас была целоха раба в этом аспекте. Всё, дорогие друзья, всем хорошего вечера и пока-пока, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok